Авиакатастрофы 5 мая 2019 года при выполнении посадки в аэропорту Шереметьево потерпел катастрофу сухой Суперджет-100 авиакомпании Аэрофлот. Лайнер выполнял рейс Су-1492 по маршруту Москва-Мурманск. При возвращении на аэродром вылета самолет совершил несколько грубых приземлений и в результате возникшего пожара получил значительные повреждения. 41 человек погиб, 37 выжили. Реконструкция событий 5 мая 2019 года. Аэропорт Шереметьево. 17 часов 17 минут. Экипаж Суперджета готовится к вылету в Мурманск. Командиру лайнера Денису Евдокимову 42 года. Опытный летчик. 6800 часов налета. Раньше летал командиром в погранвойсках на Ил-76 и в Трансайро на Боинге 737. После развала компании пришел в Аэрофлот. Второму пилоту 36. И он лишь 3 года назад окончил летное училище. Потом переучивание в Аэрофлоте. И вот он уже полгода как линейный пилот авиакомпании. Диспетчер передает экипажу схему вылета. В Аэрофлоте принято вести связь на английском. Сегодня схема выхода с аэродрома «Килла-Новембр-24ЭКО» на Костино. Это значит, что после взлета на запад они должны развернуться на 180 градусов и полететь на Костино. Но прямо по курсу взлета гроза, которая перемещается слева направо. После взлета они могут попасть прямо в нее, развернуться направо, оставив ее за плечами. В 17.57 экипаж выруливает на взлетную полосу и 5 минут ожидает разрешения на взлет. Командир видит грозу на радаре. Засветка видишь? Да, елки-палки. Залетать в грозовой очаг категорически запрещено. Его рекомендуется обходить за 15 километров. Прежде всего, он опасен своими мощными восходящими потоками, которые могут расправиться с машиной, как с щепкой. Молния же не так страшна для самолета. И хотя всегда стараются ее избегать, порой атмосферное электричество догоняет весьма неожиданно. Наконец, взлет разрешен. Командир нажимает кнопку тога, двигатели выходят на взлетный режим, и на скорости 285 километров в час самолет уходит в небо. На высоте 210 метров командир включает автопилот. Экипаж должен разворачиваться направо. Зная, что впереди гроза, Денис Евдокимов делает это чуть раньше. Сейчас тряхнет? Блин. Ничего страшного. И через полминуты в самолет попадает молния. Автопилот отключается, и самолет переходит в режим Директ Моуд – прямое управление. Директ Моуд – один из трех штатных режимов полета самолета. В нем лайнером нужно управлять вручную. На Суперджете, как и на Аэрбасе, установлен не штурвал, а джойстик, точнее, сайдстик. У командира он по левую руку, у второго пилота – по правую. В режиме Директ Моуд между сайдстиком и самолетом нет компьютера, который сглаживает движение летчика. Сайдстиком он напрямую управляет самолетом. Тот, соответственно, более чутко откликается, ощущается менее устойчивым. Поэтому пилотировать в Директ Моуд нужно очень плавно. Но летать в этом режиме можно спокойно и долго. Первым же движением Денис Евдокимов отклоняет сайдстик наполовину влево, затем наполовину от себя. Дальнейшие его движения носят импульсивный характер. За 18 секунд он более 10 раз отклоняет сайдстик. После попадания молнии воздушное судно не перешло в режим Emergency Electrical Configuration. Поэтому причин для немедленного возврата нет. Полет можно продолжать. Да, появляется куча ограничений в связи с Директ Моуд. Лететь придется на руках, но лететь можно. Денис Евдокимов решает возвращаться немедленно. Второй пилот пытается сообщить диспетчерам Пан-Пан, сигнал срочности. Не получается. Радиостанция не работает. Экипаж устанавливает код ответчика 76-00 потеря радиосвязи. Эта информация автоматически передается на землю, и самолет на экранах диспетчеров тут же меняет цвет. Теперь они видят, что самолет летит без связи. Экипаж задействует вторую радиостанцию и на аварийной частоте все-таки выходит в эфир. Москва-подход. Просим возврат 14-92. Потеря радиосвязи и самолет в Директ Моуд. 14-92. Вас понял. Снижайтесь. Эшелон 8-0. Аэрофлот 14-92. Курс 0-5-7. Снижаемся. 8-0. Весь дальнейший полет осуществлялся методом викториния. То есть диспетчеры заводили экипаж на полосу, каждый раз давая указания, куда лететь. Суперджет начинает снижаться. Командир вызывает старшего бортпроводника. Не аварийный, ничего, просто возвращаемся. Аэрофлот 14-92. Какая-нибудь помощь необходима будет? Нет, пока все нормально, штатно. Есть проблемы со связью и потеряно автоматическое управление самолетом. Экипаж выполняет карту контрольных проверок Директ Моуд. Среди прочего, озвучено. Пилотировать плавно. Спидбрейк. Установить фул. После приземления. Диспетчер разрешает заход, но командир просит дополнительный полет по кругу. И тут у Дениса Евдокимова все-таки мелькает мысль уйти в зону ожидания. Аэрофлот 14-92. Звонку ожидания надкила новембра, если можно. Данное сообщение на диспетчерском магнитофоне зарегистрировано не было. Больше командир к этому вопросу не возвращался. Высота 600 метров. Денису Евдокимову в ручном режиме сложно ее выдерживать. Отклонения превышают 60 метров. Это вызывает многократное срабатывание соответствующей сигнализации. Выпускаются шасси и закрылки. Экипаж армирует воздушные тормоза. Это щитки на крыле, которые поднимаются вверх. В режиме армирования при касании земли они должны автоматически выйти вверх и тем самым прижать самолет к земле. Но в Директ Моуд они автоматически не выпускаются. Их нужно выпускать вручную. Именно об этом говорил второй пилот 9 минут назад при чтении карты контрольной проверки. Спидбрейк установить фул после приземления. За 20 километров до полосы диспетчеры выводят самолет на посадочный курс. Через 11 километров точка входа в Глиссаду. Именно с нее начнется финальное снижение на полосу. На запрос диспетчера о типе захода экипаж отвечает, что будет заходить по ИЛС. ИЛС Инструментал Лендинг Систем. Бывает трех типов. Первый, когда автопилот сам сажает самолет. Второй, когда стрелочки на экране указывают летчику, куда лететь. И третий тип самый сложный, когда стрелочек нет, а есть перемещающиеся горизонтальные и вертикальные планки. По ним и надо ориентироваться. Это самый сложный тип ИЛС. И в Директ Моуд работает только он. Экипаж с этим режимом справляется и приводит самолет на полосу. Летчики читают карту контрольных проверок на посадке. Но перед этим карту контрольных проверок на подходе экипаж не выполняет и предпосадочный брифинг не проводит. А обсудить было что. Как будет проходить заход? Что может пойти не так? Как будем действовать в той или иной ситуации? Обсуди командир со вторым пилотом все возможные нюансы, гляди, что он стал бы полноценным помощником на заходе. Экипаж очень торопится произвести посадку. Фактически он к ней не готов. Девять километров до полосы и самолет начинает снижение по глиссаде по заданной траектории. Денис Евдокимов намеренно идет чуть ниже. Высота ухода на второй круг не устанавливается. Слева почти под углом в 90 градусов бьет сильный боковой ветер порывами до 15 метров в секунду. Это осложняет и без того непростую ситуацию. Аэрофлот 1492, ветер у земли 160 градусов, 7, порывы 10 метров в секунду, ВПП 24 левая, посадку разрешаю. Высота 335 метров. Работает сигнализация о сдвиге ветра. Go around, wind share ahead. Это локатор предупреждает о том, что направление и сила ветра могут резко измениться. Так называемый сдвиг ветра. Вещь очень неприятная. Из-за него самолет на самом ответственном участке снижения может сместиться с заданной траектории. Go around, призывает система. Уходи на второй круг. Go around. По инструкции надо уходить на второй круг. Но если командир уверен, что на самом деле угрозы сдвига ветра нет, можно продолжить заход. Денис Евдокимов необоснованно игнорирует сигнализацию о сдвиге ветра, прозвучавшую в условиях грозовой деятельности и порывистого бокового ветра. Высота 80 метров. Надо принимать решение. Садимся или уходим на второй круг. В этот момент, как и предупреждала система, ветер резко меняется. И самолет быстро проваливается под глиссаду. Начинает идти ниже заданной траектории. Это очень опасно. Работает сигнализация Glide Slope. Командир реагирует информативно. Он принял к сведению то, что самолет уходит под глиссаду и продолжает заход. Он имеет право это делать. Но ситуация обостряется. Стрелки приборов надо вновь собирать в кучу. Чтобы догнать глиссаду и не сесть до полосы, Денис Евдокимов добавляет газу, увеличивает режим работы двигателей. Те разгоняются, но не сразу. этого экипажу будет потом трудно приземлиться. Торец полосы они проходят на высоте 12 метров, ниже положенного. Скорость 304 километра в час и продолжает расти. Высота 5 метров, скорость 315. Это много, но в пределах допустимого. Механический голос говорит «Ретард! Ретард! Вставь малый газ!» Именно это и делает Денис Евдокимов и приступает к выравниванию самолета. Но это надо было делать раньше. Он тянет сайдстик наполовину на себя и начинает орудовать им со все увеличивающейся амплитудой. На себя и от себя, задерживая в крайних положениях. Полное отклонение сайдстика от себя перед самым касанием не оставляет командиру шансов для нормальной посадки. На удалении 900 метров от торца полосы они, наконец, касаются земли. Приземление происходит на три точки с перегрузкой 2,55G. Это очень грубо. Воздушные тормоза, щитки на крыле, не выпускаются. В режиме директ-моуд их надо выпускать вручную. Экипаж этого не делает. Самолет из-за этого не прижимается к земле и подпрыгивает вверх на 5-6 футов, на полтора метра. По инструкции, если высота отскока больше 5 футов, надо уходить на второй круг. Меньше садиться. Денис Евдокимов решает досаживать машину и включает реверс. Но тот не включается. Самолет в воздухе. Сайдстик полностью от себя и самолет пикирует вниз. Повторное приземление происходит на переднюю ногу шасси. Уже перед самым вторым касанием командир полностью тянет сайдстик на себя. Самолет ударяется о землю с перегрузкой 5,85G. По международным нормам шасси должны выдерживать перегрузку 3,75G. Естественно они начинают разрушаться. Но топливные баки все еще целые. Лайнер во второй раз отрывается от земли. Теперь уже выше на 5 метров. Так как самолет побывал на земле включается реверс. Капитан решает уходить на второй круг. Сайдстик на себя. Двигателем взлетный не работает. Реверс уже активирован. После включения реверса уход на второй круг не допускается. Выполнить его практически невозможно. На скорости 258 километров в час самолет в третий раз падает на землю с перегрузкой 5G. Уже частично разрушенные шасси окончательно подламываются, развивается топливо, начинается пожар. Звучит команда диспетчера аварийной службы на полосу. Самолет разворачивается влево и останавливается. Начинается эвакуация, спустя минуту останавливаются двигатели. По оценкам экспертов, командир проявил излишнюю самоуверенность при полете в условиях грозовой деятельности. Это привело к поражению самолета молнией и развитию ситуации, с которой экипаж не справился. Непосредственно к катастрофе привели существенные проблемы с техникой пилотирования. В сложившейся ситуации командиру все-таки стоило поискать аэродром с метеоусловиями получше. В тот вечер в Шереметьево был сильный боковой ветер, меняющийся по высотам. Сдвиг ветра в условиях грозовой деятельности много раз создавал проблемы на самолетах в обычных режимах работы. И уж точно не стоило соваться сюда в режиме директ моуд с избыточной массой. Командир не имел достаточных навыков для пилотирования в режиме директ моуд. Другие в подобной ситуации справились бы. Он нет. В полете тренировать данный режим невозможно. Это делается только на тренажере. Анализ показал, что такие же размашистые движения сайдстиком при заходах на посадку в режиме директ моуд наблюдались и у других пилотов авиакомпании. Командир при отсутствии должных навыков пилотирования в директ моуд необоснованно поспешил с посадкой и не использовал возможность адаптироваться к особенностям управления лайнером. Кроме того, в спешке был проигнорирован предпосадочный брифинг и чек-лист. Экипаж выполнил очень быстрый заход на посадку. 21 минута с момента удара молнии до касания это очень мало. И они едва ли успели выполнить самый необходимый минимум подготовки. Поспешное и неграмотное принятие решений на посадку самолета в директ моуд с большой массой на аэродром с плохой погодой это заранее создание себе серьезных трудностей и неприятностей. Ну а с возникшим козлением справиться потом было уже очень сложно. Авиакатастрофы на аэродром на аэродром на аэродром Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok